Как вы уже написали в чате, микроволны каким-то образом разогревают, как вы пишете, разгоняются молекулы воды и они таким образом разогревают продукт. Можно понять, что микроволны воздействуют непосредственно на полярные вещества, на полярные молекулы. То есть у них есть такая определенная способность, которая под воздействием микроволн эти полярные молекулы начинают движение. То есть под воздействием движения, соответственно, образуется тепло. Таким образом продукт разогревается. А если говорить простым языком, действительно, как правило, полярные вещества – это вода, спирт и другие жидкости. То есть большая часть, в большинстве своем, это действительно вода. То есть за счет разогрева молекулы воды разогревается сам продукт. Поэтому можно обратить внимание, что когда мы разогреваем, например, рис или гречку, то верхний слой может быть чуть-чуть суховатым. Поэтому очень важно во время разогрева, либо разморозки переворачивать продукт с разных сторон. Потому что воздействие микроволн, проникновение микроволн в сам продукт составляет максимальную глубину 2,5 см. То есть обращали внимание, что очень часто вроде как верхний слой нагрелся, а внизу суп или второе блюдо, оно еще не до конца догретое. Поэтому нужно перемешать и, соответственно, поставить разогреваться дальше.